Всем привет! Молодцы, что залетели на канал DaciaClubMD.ru. Суббренд компании Syke фирма ROW представила в Китае концептуальную версию электрокроссовера, получившую название AirTag ES33. Основной изюминкой новинки разработчики называют внедренные инновационные технологии, благодаря чему авто может различать на большом расстоянии даже небольшие объекты. Информация о представленном концепте AirTag ES33 пока крайне ограниченная, но нам все же удалось кое-что раз узнать и мы готовы поделиться с вами информацией об инновационной новинке. Относительно мощности электромотора или емкости аккумуляторной батареи толком ничего не заявлено, но при этом производитель весьма подробно раскрыл детали инновационной технологии, полученные электрокаром. Речь идет о комплексе радаров, лидаров, датчиков и процессоров NVIDIA, с помощью которых новинка распознает окружающие объекты. Интересно, что технология способна четко различать на расстоянии около 350 метров крупные объекты инфраструктуры, а еще распознавать, к примеру, банку из-под Coca-Cola за 140 метров. Таким образом, система ES33 способна самостоятельно построить 3D-карту, принимая во внимание размеры определенных объектов и ситуацию на дороге. На борту электрокара два 4D-радара, 6 радаров дальнего действия, 12 камер сверхвысокой четкости и 33 других сенсора, включая ультразвуковые. Также присутствует система связи с инфраструктурой 5G V2X. Именно благодаря подобному супероснащению авто способна просчитывать одновременно несколько сценариев и выбирать оптимальный, анализируя и предсказывая вероятное поведение других участников дорожного движения. Плюс к этому новинка получила поддержку сетей нового поколения 5G, благодаря которой она сможет обмениваться информацией с другими транспортными средствами. Автомобиль получил двухцветный кузов со стеклянной крышей. Большое внимание уделено аэродинамике. С этой точки зрения проработаны даже крупные 22-дюймовые колесные диски. Что касается салона, то он на момент представления концепта готов не был. Окна были затемнены, поэтому информации о внутреннем интерьере никакой пока нет. Флагману линейки Cyc по заявлению производителя подарили трехкомпонентную батарею, электрические узлы, в которых использовали свыше 1000 патентов. Также была обещана особая система защиты от теплового разгона аккумулятора и возгорания. О мощности и запасе хода можно лишь догадываться. Но тут некоторую подсказку дает другая новинка этого бренда. 400-киловаттный седан L7, который был создан автоконцерном Cyc. У того тяговая батарея может достигать емкости в 118 киловатт-час в зависимости от версии, а запас хода насчитывает вплоть до 1000 километров. Конечно, реальный километраж будет меньше, примерно на четверть. Появление нового китайского электрокроссовера на рынке ожидается во втором полугодии 2022 года. Предварительная цена 47 тысяч долларов. На этом все. Если вам понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свой комментарий под роликом. Всем легких дорог и до скорого!